приветствую на канале асмодеплей мы продолжаем играть мафия загружаем а ну правильно уложить он загружается само автоматически сохранять 1932 год томми меня есть для тебя одно деликатное дело не знаю кто бы мог справиться с ним лучше чем ты ты хороший водитель и у тебя есть опыт проще говоря завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе и я поставил на одного паренька который до сих пор был фаворитом я немного помог ему с карьерой я люблю быстрые машины и я сказал себе что такое вложение могло бы окупиться ну ты же понимаешь а потом ральфи говорит что сюда приехал какой-то европеец его машина обязательно выиграет ральф знает машины он по ним настоящий мастер в остальном полный идиот ну что ему стоило рассказать мне все до того как я поставил на этого пацана но все же какого черта этот парень черт знает откуда делает это же американские гонки и другие уважаемые люди думали что же делать многие наши ребята сделали ту же ставку что и я конечно не горят желанием потерять зелье и за кого будут держать меня люди за старого идиота томи этого допускать нельзя я и мои канцельери много думали об этом несчастный случай с гонщиком не годится это будет нечестно игрой такая победа мне не в радость ну по крайней мере хоть в этом деле он на и парня честно гоняющего гараж с машинами больше сегодня вечером ты отправишься туда и пригонишь эту европейскую машину к механику который знает в них толп он глянет на нее и возможно улучшит наш гонки они нам он чит ты отвезешь ее назад важно чтобы машина была на месте до того как кто-то заметит пропажу в gta что здесь на полки но это не моё или по-моему с ней в лапы копом понял меня дабус если сможешь провернуть дело то получишь долю с выигрыша разумеется но вперед ральф объяснит куда и как пойдем к ральфу все время сидишь и живешь гребаный макароник где ты вот он в яме привет ральф знаешь что нибудь про эту работенку как конечно томми тебе нужно пойти на городской трек и позаимствовать там тачку мой друг бобби там работает подъезжаешь туда и увидишь дорогу там найдешь старушку скажи бобби что тебя послал ральф и он проводит тебя к машине с ним уже договорено а потом потом отвезешь ее в автомастерскую моего друга луки бертон и это в нью-йорк и под мостом джулиан но я видел на карте отмечено это даже на первый взгляд просто но это нужно сделать до часа 15 пока не сменился охрана никто не 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 должен знать что ночью машина куда-то ездила смотри чтобы на ней не было ница царапинки не попадайся копом ты не должен попасть им в лапы и как мне туда добраться давай новую машину мне до лучшую гонять давай меня учи побольше хочу побольше машину гонять смотрите аж переливами играет господи у меня есть кое-что новенькое небольшое это делал как красть машину смотри ставь сюда кусочек проволоки и пошатай немного потом залезть вовнутрь и соедини эти два поправок да это несложно спасибо ничего за замок говеный такой бензин там так ладно еще оглядывался блин тут с кого рассматриваешься да но теперь видимо и пошла сама жара по этому поводу вау мне куда-то блин ориентироваться то вообще хреново ориентироваться то есть вау мне куда-то еще и на красный свет кстати не надо проезжать там повернул лучше уж тихо проехать будем по каким-нибудь незнакомым лучкам блин у меня время да там сокращается ой мою мать это надеялся тут проход есть они ненавижу на время это какое-то ограничение будет так конечно конечно понимаешь что это испытание но это ограничение и вы меня на право уходим так по рельсам налево потом прямо все-таки светофоров нету это лучше попов пока тоже не вижу но это не значит что их здесь нету за домом до повернуть до хрущевка какая-то блин эту машину можно убивать она то нам не важно вот эта машина до часу 15 надо успеть нихрена вы время блять без пятнадцати час вот хреново что карты то нету за пределы карты приходится ехать вот но пока мы летали правильно направлении беру уже улучшая если вы думаете что скучно да когда я еду к из пункта пункт был что же поделать эта игра такая до верно я пропущу тебя садись машину ублюдок ну а я без него не мог ехать понятно я без тебя не мог ехать но я думаю сейчас это продвинутые есть конечно тем не менее пока в ретро давай ладно мы на месте дружище давай у нас мало времени подожди давай вылазил блин тут управление конечно немного неудобно да я уже понял да закрою рот может быть это самая быстрая машина на свете кто знает конечно боб без проблем за полчаса я все сделаю болеть еще с определенной стороны залази так ну тут то гонок пока нету поэтому блин ни хрена но тарахтит еще не должно быть ни царапинки еще и копам не попасться вредовые конечно идея давай сейчас он само спадет давай сейчас он само спадет так так налево так налево А не поссюду ли я бежал, а поссюду вроде бежал от этих утырков Так, налево Направо Не пройду, наверное, да? Потом налево опять? Прямо до упора Ну а сейчас повернуть и под мостом Блин Деморойна Обтекаешься, это такой своего рода болид Прошлого века, столетия, как я не знаю Так что Давай Господи, такой знакомый вот этот маршрут, это пипец, блин Играю хрен да ни хрена, а уже выучил, блин Вот в этом направлении куда там заворачивать Заморачивай Так Так Давай, давай, давай И под мост как-то надо спуститься будет Вот там я еще не был, кстати Минус мне Ну ладно Что, я город тоже изучать не собирался, а не таксист все-таки Авария какая-то Скорая Заметили, нет? Кто-то расхреначился Так Там, блин Там, блин Заслон какой-то. Давай, смотри. Говорят, ты можешь вытащить из этого зверя главную фишку. Не без этого. Ну тогда лучше шевелись. У нас всего 27 минут осталось. Не густо. Что? Посмотрим, что можно сделать. Можешь пока расслабиться. Охренеть. Вот. Мудилы-то как мутят. Схемы-то нахрен. Ну, по крайней мере, в этом плане он честный. Водителя не убил, машину не испортил. Что своего рода заслуживает даже похвалы. Не такой, что мразот оказался. Ну, как продвигается дело? Только что закончил. Поезжай. Но тебе придется торопиться. Она будет не так резва, как на пути сюда. Спасибо. Мистеру Сальери понравится твоя работа. Ясное дело, передавай ему привет от меня. Если что-то еще понадобится, я всегда к его услугам. Я поставил на того же гонщика, что и он. Как мне еще раз заехать-то на мост. Если не ошибаюсь, вот сюда мне. Сара Ковник. А вот смогу я с ним? Нет, проехать? Так, там не надо сосалась ни хрена авария. Блин. Миссия не ахти. Блин. ныряй в туннель а поменты проехали блин вы бы на карте как-нибудь и не знаю обозначались по-другому был разберешь кто вы такие а мне кажется кстати в этом подвох и замечен что надо спешить ты либо врежешься машину расхерачишь либо ментам попадешься давай так по тротуару идет еще падла давай на правом следующем повороте правильно так это полигоне я тренировался налево на право налево это вот где по мне стреляли я так понимаю так бомжи греются так Раньше с гонками-то хреново, да, было? Великолепно, гонка закончена. Блин, еще раз, я так и думал, нахуй. Я думал, ну еще пару минут в запасе, нахуй. Ладно. Нет, через мост мы проедем нормально, потому что раз авария, могут быть менты, которые за нами могут повязаться. Поэтому скорость включим в другом месте. Так. Ой-ой-ой. Подожди. Не спеши. Так, прямо едем до упора. Вот здесь вот. Мне кажется, этот человек и отмеряет там, где надо повернуть. Дал упора, потом направо, да? Минутку. Итак, вернемся к нашим гусям. Так, нам надо направо. Налево. Падла. Направо. Охренеть. У меня по времени не хватает. Еще кривища не хватало. Охренеть. Твою мать. Урод. Падла. Вонючая. Падла. Вонючая. Вонючая. Не прошел. Еще раз. Ну, блядь. Грёбаный, блядь. Тварь вонючая. Всё так хорошо шло без него. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блядь. Ну, ладно. Здоровье пока позволяет машину гнать. Неуправляемый занос. Так. Здесь мы едем до конца. Так. Так. Здесь мы направо. Ой, направо-налево. Давай, в пределах допустимого пока. До конца. Направо. Вот поэтому я голки и ненавижу. Налево. Направо. Направо. До конца. Тут мы срезаем угол мимо бомжей. Вот этих вот проносимся. Вот машин же нету никаких. Лепота. Так. Лепота. 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 Не напороться бы здесь на чё-нибудь. Последняя минута осталась. охренеть справился дружище на машине не царапинки полмашину рах ему грубила самая быстрая машина в мире наше счастье что все хорошо кончилось я тоже поставил на машину дона похоже что все поставили я и все мои соседи поставили на нее думаю водитель тоже кое-что значит ладно не буду тебя задерживать спокойно счастливо бобби спасибо за помощь так возвращайтесь сольере все понятно игра сохранена кстати впервые заметил что там написано что игра сохранена давай еще и фары барахлят ехать кстати хочу сбить посмотреть что будет ну и звук у них я думал не взрываться должны кстати по моему на гонках я должен участвовать наверное он заболеет с ним плохо станет чего-нибудь возвращайтесь к сольере блять а можно как-нибудь этот не за прокрутить этот момент чтобы мне не ехать дорогу это для дальнобойщиков каких-то нахер на хорошо как-нибудь через поле у сократить по через это вот давай баннеры щиты господи сколько всякой хрени подвешал мне понравился чемодан прикован багажник блять а это пипец если мы ехали все время налево сейчас направо а хотя нет налево тут налево мы же в обратную сторону едем мимо наших бомжей господи это тот я отсюда бежал прошлый раз да хренеть я долго бежал или не отсюда я бежал может с этого перекрестка я бежал какого перекрестка я бежал мне так долго побежать пришлось вах нет не с этого где-то был этот перекресток нахрен ладно там по записям то можно будет посмотреть папа сбил вот отсюда наверно с этого перекрестка бежал просто прямо-то не пробежать было поэтому зигами до загами давай тут еще не видно из-за графики то нихрена ну понятно в гараже появились новые машины эй луиджи эй томми где все все ушли на гонки ты опоздал мне нужно было немного поспать после ночной работы пара а да сэр он только что вошел конечно я же говорю о том заменить на гонках это фрэнк том ты хорошо постарался вчера нам снова нужна твоя помощь немедленно езжай на гоночную трассу парню который должен был выиграть гонки сломал руку какой-то громила это не случайность видишь ли тебе придется участвовать в гонках но фрэнк так и знал до гонок осталось полчаса и у меня нет времени обучать вождению кого-то еще боже том здесь замешаны большие деньги это ты понимаешь ага ладно фрэнк но так что я жду тебя здесь на трассе как можно быстрее вот так ты вижу не очень довольна так оно и есть блять зашел то через эту почему я себя через кухню убегают а давай так честная игра мафия это мне назад надо давай налево вы чего урода так ездить и никакого правила пдд бля и тому подобное я снес уже починили смотрите приятная новость не правда ли потом на налево и за разъезда у меня уже не прорабатывался у меня да но вроде все на высоком должно прорабатываться хотя поиграем ну игра прошлого она такая уявишь и сама по себе здесь никто не виноват он дальше поехал только сам поставить аварию сам оформить ай 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 ас подожди мне выйти надо сначала отсюда вот из города за пределы трассы потому что за город туда никто наверное не поедет вот и все есть я разрешаю насколько мощей хватит настолько есть посмотрите для них этот пипец 50 60 километров в час этого них она а у нас были меньше 80 никто никто и не ездит по городу причем но это немножко осталось где тормозить так далее я знал что мы можем хотите чтобы я это сделал ладно я знаю это будет нелегко но у нас нет ты выручишь всех нас думаешь мне это по силам я ведь не знаю правил дело проще чем кажется тебе надо прийти первым ну так это понятно но раз мы подправили машину этого клоуна все должно пройти гладко и еще на таких скоростях столкновения обычное дело следи за остальными удачно короче меня может столкнуть ну я в это не верю там половина соседей все наши парни поставили на гонщика дона знаешь что значит проигрыш это будет проигрыш дона мы просто растеряем все уважение ради которого рвали задницы люди доверяют нам в том числе и свои деньги ты понял что мы станем вот сам очень прикольно я по комиссию не пройдут первым не пройдут понял игра не пройдет покажите то есть нету другого варианта развития так прочность отключим так легко да потому что я говорю я не гонщик я все гонки просру которые только можно даже легкую могу посрать тем более выпил с какой мне руль окей это уж для фанатов гонок такая штука пусть годится а чё так можно было охренеть блять а почему только на меня ты действуешь что за нахер я ни хрена не не понял что-то притормозил слегка чуть-чуть и меня так развернуло мама не горюй а почему меня снесло его не снесло или это только в одну сторону действует я же говорю даже легкую гонку просрать могу нахрен а пропустить гонку можно на эту по непонятни первую буду да так я понимаю вы проиграли давай еще раз а можно легче легкого или какая-нибудь авто победа я не знаю а а а а а а а Блин, блин, блин. Блин, блин, блин. Блин, блин. Это, кстати, важный вопрос. Где финиш? А второй круг из пяти? Блин, блин. Почему-то только на меня распространяется, когда ущерб идет. Блин, блин. Охренеть, это я на легком просираю. Ну, я знал об этом, что просуруйте гонки. Мы тем не менее будем смотреть, пробовать. Третье место. А вот они вроде как впереди идут. Так. Ты меня бортануть хотел, что ли? Ну-ка давай пропустить гонку. Ну-ка, а еще вот так вот если... Первым выйду, а потом уже пропустить гонку. Когда буду на первом месте. Да уйди ты нахрен! Вот так. Вы пришли. Вы проиграли. Блин. Правильно, давайте. В этом категории легче легкого или нет проблем называется. Как вам буду называть, я не знаю. Но даже и здесь я умудрился несколько раз, блин, просрать. Это последний круг. Да это бог. Я говорю, гонки на компьютере это вообще не мое. Блядь. Двигай шевелим быстрее. Вот здесь вот на поворотах нахрен меня заносит. Потому что малейшая кочка и меня прям выбрасывают с трассы. Поэтому вот здесь я не гоню даже. Никакого увеличения скорости. А он меня догоняет, смотрите. Даже падла заставляет немного нервничать. все. Прошел наконец-то ты гребаная гонка на. А нет, смотри, дико еще пятый круг. А я думаю, я пятый круг еду. Блин. Охренеть. Вот те раз, вот те два, вот те три. пукан гори, блядь. Вот нахрена в игру где стрелять надо. Гонки добавили. Что за разнообразие такое нахрен гребаное. Надеюсь, ты где-нибудь разобьешься хотя бы. ради вежливости. Охренеть. И он-то с хвоста не слазит. Все. Сейчас тоже точно пятый круг завершился. Ух, остальное мне неинтересно. Чего мазались? Хвалите меня, хвалите. Я знал, что ты не подведешь нас в доме. Теперь ты действительно один из нас. Много людей заработали кучу денег на этой гонке. Томми, ты теперь всеобщий любимец. Люди это не скоро забудут. Кстати, заскочи-ка ты к Бертоне. Он тоже поставил на тебя и выиграл кучу денег. Так что он хочет отблагодарить тебя, чем сможет. Ладно, заеду. Поздравляю, крутой герой. Спасибо. Бертоне, я бы знал кто-то, блядь, еще такой. Этот Бертоне. Заедь к нему. Значит куда-то ехать еще надо. Езжайте к Луке Бертоне. Поехали к Бертоне, блядь. Бертоне, это тот, который в машине делать? М overnight, билет. Рыбу, блядь, гостя. Давай. поставь все ограничитель сразу то осторожно мне кого-то осторожничать еще бы тебе бы и задумался вот так ехали в биртоне блины мне кажется игра во фазе состоит из поездок на х и больше чем и стреляла китово подобное ладно посмотрим это гоночная игра еще и без музыки ну вот вы можете поставить по соседней вкладке в браузере либо включить радио какое-нибудь там радио дача юмор fm по вас чем еще на быстрее чем у меня нарушение превышение скорости нет я хочу попробовать оторваться а где мою оружие утрена смея снимутся нет а как вы меня достанете оттуда стреляй же не будешь убежал нет а ведь почти получилось ну давай бежим смотрим давай давай беги беги хреново что ты не человек паук по зданию убежать не может так меня вроде бы как потеряли да да как так там меня на ходе нашли тараха теперь слада да почти почти ну давай я уеду от вас ну пока вроде удачно уехал сколько надо ждать когда меня потеряют ну пока похоже я не знаю как плохо а в розы смотрите спада спадала потихонечку давай все таки смотрите не зря убегал можно убежать фух а вот и менты я уж блин забыл и про красный свет заработал себе геморроя ну так бы я бы мог отстреливаться было бы у меня оружие опа здрасьте дома есть кто эй привет томми тут я эй том поздравляю с победой ты молоток сначала я думал что тебе слабо но когда ты стартовал я не я сразу понял кто придет первым я выиграл кучу денег и чтобы ты не думал что я неблагодарный я научу тебя кое-чему видишь эту кролю обреолет могу тебе ее отдать зато скажу как достать такую же давай давай смотри как легко забраться в эту девочку вот пожалуйста как два пальца ладно я думаю что я справлюсь есть еще одна которая принадлежит богатенькой шишке из мэрии весь день она торчит на стоянке за зданием муниципалитета на центральном острове загляну туда и проверю правильно ли она припаркована когда она тебе надоест заходи у меня всегда есть что-нибудь новенькое спасибо лука загляну как-нибудь после работы понятно ладно с видимся этот поблотовать на тачках на новых погонять угоните припаркованных да конечно угоним где моя та тачка блин поехали на мост поднимемся нам на остров надо на пор смотри сделаем единый едим соседей села на дискотеку здесь мы хорошо погоняли это что такое лежит кто-то сбил может я сбил но это не точно не будем на себя гребсти трюкачи однако трюкачи от ментов побегали блин надо было кружок дать падить досесть машину до выехать садия ментовскую машину и вообще умею гонять ох игра-то и гада сюжет в основном здесь надо смотреть ну а как если игру и записывать боясь я игра состоит из бона при наличии тут сделаешь на центральном острове так получаться эти города то на островах каких-то стоят ладно красный свет был я думал тиминтик стати давай выходи он пока мин пошел мы успеем ее угнать возвращайтесь к сольере куда обратно туда посюда поедем так поворот и на мост давай зеленый нам мне хотелось бы тут в ментовку попасть мы краден эта машина сейчас по крайней мере когда цель уже так близко акуна матата смысл фразы так просто акуна матата веселись полный рост забудь заботы и держи трубой хвост вот и весь секрет как жить без бед так 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 направо о менты а вы куда блин мне за вами ехать ну ладно чуть отпустим вас сам так как я приобрел мужей и пьер Быть гангстером оказалось совсем неплохо. В гарже появились новые машины. Понятно. Однажды вечером, после скучного дня, я сидел один в баре с Альери и просто пил. Луиджи подошел ко мне и спросил, не окажу ли я ему услугу. Эй, Томми, ты ведь знаешь мою дочь? Она милая девушка. Ты должен гордиться. Спасибо, Томми. Она иногда помогает мне здесь за стойкой. Я не хочу, чтобы она возвращалась домой одна. Вчера у нее были проблемы с какими-то мерзавцами. Гадости ей наговорили и тому подобное. Я беспокоюсь за девочку. Может быть, ты проводишь ее домой. Это не проблема. Ты джентльмен, тебя все соседи уважают. Шпана не полезет, если ты будешь рядом. Не вопрос, Луиджи. Прогуляться я не против. А, Том, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Я так переживал. Кто знает, что это за парни. Приходи завтра на ланч. Я приготовлю что-нибудь особенное. Сара, иди сюда. Сара, это Томми. Он проводит тебя до дома и проследит, чтобы шпана не приставала. Привет. Привет. Спасибо тебе. Это недолго. Я живу не так далеко отсюда. Только возьму пальто и мы можем идти. Ладно, я подожду тебя снаружи. Так, а мне надо оружие, нет? Очень мило с твоей стороны. Эти парни, они какие-то странные. Мне не по себе, когда я гуляю одна. Нет проблем. Мы с поля разберемся с этими полиганами. Вау, костец. Так ты тоже работаешь на мистера Сальери, да? Он очень милый, с ним всегда весело. Да, я иногда работаю на него. Правда, мы не очень-то веселимся и развлекаемся. Так что ты делаешь сейчас? Ну, обычно я вожу Дона туда-сюда, хотя иногда он меня удивляет. Например, недавно заставил участвовать в гонках. Да, я видела. Ты действительно отлично выступил. А, мне просто очень повезло. Ты такой скромный. Для того, чтобы обогнать всех, нужно не только везение. Ну, я обычно водил такси, а в настоящих гонках участвовал только раз. Вчера. Вот как? Значит, у тебя талант. Наверное, ты права. Вот здесь. Не люблю быть. Переулок как раз. Только нас вроде двое должно было быть. Эй, ты только погляди. Миленькая парочка. Вон они. В чем дело? Вчера ты была одна, дорогая. Сегодня с каким-то парнем. Ребята, будет лучше, если вы пойдете домой и не будете создавать себе проблемы. Думаю, что проблема будет только у тебя, командир. Боже, я на вашем месте. Смотался бы тут же. Еще неизвестно, чем будет все кончиться. Посмотрим, дружок. Помогите, спасите на нас, напали. Помогите, кто-нибудь. Иди сюда, у нас проблемы. Вау, нож. Помогите, вызовите полицию. Давай, 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 давай. Здесь пока. Помогите, вызовите полицию. Ну-ка, давай, хрена чего. Вот так. Помогите. Давай, все равно тебе конец. Бегите, падлы. Нет, у меня на сегодня другие планы. Попался. Вот так. Помогите. Спасите, на нас напали. Ты где? Я уже все сделал. Помогите кто-нибудь. Хорошенькое платье крошка. Помогите. Спасите, на нас напали. Спасите, на нас напали. Нет, это туплю. Так на всех. Ох. Помогите. Спасите, на нас напали. Помогите. Спасите, на нас напали. Ау. Помогите. Помогите. Вот так. Вот так. Спасибо. Если бы не ты, я не знаю, чтобы со мной было. Не за что. Я очень испугалась, Том. Ты в порядке? Нормально. пойдем я посмотрю как ты одежда пойдем дурачок стали отказывался заходи следом ну один против шестерых у них и вашей бита что тема что там задавил нет у меня на сегодня другие на нет у меня на сегодня другие планы я живу одна но квартира моего отца совсем рядом мама умерла вскоре после того как я родилась так ты работаешь с поле он такой смешной да да очень смешно я говорил что ему стоило пойти в актер иногда он очень странно себя ведет просто в дрожь бросая я не знаю как у человека может так легко меняться настроение думаю он не раз попадал в передряги он не раз стоял на краю пропасти он вырос на улице это плохо на нем отразился может быть поэтому с чужаками он ведет себя странно он очень благодарен дону сальери кто знает что было бы если в дом не взял его под крыло да мистер сальери очень помог моему отцу он не почти как дедушка до дон сальери хороший человек давай все больше никто не идёт дамочка сорка ну да так-то вечереет уже все таким разин здесь по вылазить вот мы и на месте входе с удовольствием мадам ну вот и мои владения заходи снимай пиджак я посмотрю твои раны неплохие владения закатайте рукава сэр помощь идет рукава то почему билета по морде порезали точно он сложил же был один похоже ничего особенно серьезного да да я уж думал что-то серьезное а похоже что нет потерпи чуть-чуть я прочищу ее ну вот и все совсем не больно спасибо это я должна тебя благодарить вот чего все ждали на хрен и не хочешь выпить а блин обломали ну сумеет помешало немного виски ну конечно все на другое рассчитываю вечер становится все интереснее держи герой ну размяться не хочешь что танцевать любишь музыку у меня есть граммофон граммофон господи достояние а я люблю музыку ребята сальери всегда такие суровые с некоторыми мы стараемся помягче некоторые из вас наверное но только немногие а ты один из суровых парней сальери только иногда но я думаю ты очень хороший плохой парень иногда я даже тяну на очень плохого хорошего парня вот продолжайте в том же духе всяко интересных хотя сейчас уже графика далеко вперед шагнула искусственный интеллект такие картинки крепать так что самое интересное конечно не показали сара просто ангел у меня до этого было много девчонок но она совсем другое дело совсем другое мне стало ясно что если я захочу с кем-то провести остаток своей жизни то это будет она ну это замечательно кстати раз ее нашел это в готике как проститутки были так и они нахрен остались на следующий день я рассказал сальери эту историю со шпаной банда хулиганов прописалась на его территории они безобразничали пугай нормальных людей дон сальери был недоволен что на моей территории обнаглели мало того еще нападают на беззащитных женщин что-нибудь случилось с сарой томми нет босс она в порядке я позаботился об этом хорошо какого черта луиджи ничего мне не сказал мы бы сразу об этом позаботились эти засранцы нападают на людей на моей территории что они о себе вообразили мне платят за защиту так что надо отловить эту шпану и показатели где ее место вот вот это уже интересно этим ублюдком что здесь какой-нибудь ран и луна парк да я их порву на куски голыми руками голыми руками ехала ли поле расслабься никто никого не убивает понял я хочу чтобы вы преподали мурок переломайте им все кости и оставьте их лежать в собственной крови обеспечьте ублюдкам пожизненную инвалидность пусть детишки потешаются над их изуродованными рожами пусть все видят что бывает когда кто-то гадит на моей тюрьму вы человек уже заманчиво босс совсем даже неплохая идея нам надо выяснить где они расположились большой биф может кое-что знать он вечно крутится где-нибудь в чайна тауне так что идите и расспросите его не вопрос босс ну что ж на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии а то как будем чистить им рожу увидите следующем видео пока